Сегодня у нас 25 апреля 2020 года, суббота. Я только что вернулся из большой поездки, у митрополита был. Никогда, ни разу не скажут, что не записывай. Гавриил поставит треножник, не спрашиваем ничего. Треножник накрутил аппарат, с автопаратом ходит, щакает. Я ему только сказал, нужно было, чтобы священник тут был, хотя бы два. Он тоже по телефону набрал, приходит священник. И дальше, ну не меньше часа были. Думаю, сегодня можно будет даже поставить, но у меня решили право ставить. Я попрошу разрешение у администрации и поставлю. Так, и сегодня у нас вот тут беседа. Беседа о добром, о спасении души. Понимаешь как вот? Ты в прошлый раз у меня был здесь, я тебя просил, ты подтверди мне это. Вот, вот этот вот ролик твой, я просил тебя убрать. Ты согласился, а потом я гляжу, ты его не убрал. Почему не убрал? Я же его убрал. А громче. Я его убрал. А это кто? А как я его уберу, он у вас? Ну вот он стоит. Как? Не убрал. Как я его уберу, когда он у вас? Ну так его убрал бы. Я же на своем показывал. Я и не понял вас, я думал... Ну что я не понял-то, я показал, что это не нужно ничего. Тем более сегодняшние такие времена, что думать надо очень хорошо. Мне стали скидывать три ролика с разных сторон. Наталья усатая скинула, вот Елена, другие там кто-то. А вы считали, ты там с двумя женщинами беседуешь, с одной, потом с другой, а потом отдельно там уже там мужчина, где там что-то ты ведешь работу. Все три сбрасывают меня. Я говорю, считал, смотрел. А еще, ну еще вы скажете. Вот там говорят, у вас там вот кто-то обвенчает, там какие-то с женами, это вроде какой вам в общем, в общем не такое дело-то. Ну я посмотрел, и все. Это все уйдет, как дым весенний. Там пожар по Теряевке. Как сушат. Я посмотрел, как они бегают, как привезли, как эта машина по самой ось села, бочки огромные, там размякла земля. И умирают люди. Все-таки умирают. А я буду о чем-то рассуждать. Я просчитал. Ну а как считаете, он правильно, неправильно, вот там что-то где-то. Я, Сергей, не судья. Он считает так правильно. Я не специалист по этому делу. А он совсем сутарменным там где-то. И сутармены имеют свободу. И люди, которые потерпели что-то, они никак из этой темы вылезти не могут. Вот я могу сказать, которые выходят. Вячеслав Семенов на эту тему не разговаривает. Володя Пенкин заходит, не разговаривает. У Володи жены не было, а у того одна жена и больше нету. А вот которые есть такое. И там вот, ну такого-то говорят-то где-то. Мне говорят, я даже не отвечаю. Я сказал, знаю. А вернее, я сказал, да. Две буквы. И больше ничего не отвечаю. Да, знаю. То есть, если я сторож, то почему я никаких мер не принимаю? Я принимаю. Я сразу встал на молитву. А еще я могу. Я к Господу встал. Господи, спаси нас всех. Мало ли что сказали. Да все ставить в упрек. Да мне из дома выйти тогда нельзя. Как один из КГБшник мне, этот, ГТРК. Ну, он напал на нас, Лавриненко. Я подал на них в суд. А он у меня брат в КГБ работает. На тебя такие досье уже составлены. Ты из дома не выйдешь, тебя запинают. И нигде никого нет. Разогнал суд, и ни одного нигде нет. Меня пугать не надо. Я пуганный. И даже не пуганный, я все равно боюсь. Ты боишься, я боюсь. Я не знаю, чего я не боюсь только. Но это я не проявляю никак. И людям кажется, вот благодарим Бога, что поздномились. Вы героически ведете. Тут мне такие слова. Я говорю, это все не про меня. Я боюсь всего. И поэтому молюсь, Господи, укрепи. Потому что силы не рассчитал, а тут больше. Вот он мусульманин, а я тебе показываю голову. Вот, подрежут. Это Аллах Акбар, Иисус Акбар. Мы там схватились. Давайте мне канаву говорите. Да. Ну, вот так. Я хотел тогда, чтобы с вами поговорить вместе. Ничего не расспрашивай. Все здесь. Не надо этого. Не надо. Я просто знать не хочу. И потом, если кто-то кому-то хочет сделать вред, то еще тогда вера-то какая. Если ты хочешь кому-то сделать вред. И следую, могу сказать свое. Вот на ваши выпады вам встретился человек, который умеет вас, как говорят, отбрить. Вот так. И она ставит на место вас. И она там сказала правильно. Я не обсуждаю вас. Я говорю только, ну вас-то задело, это видно, крепко она засыпела. Представь себе. Деньги давал? Давал. Завет значевкой или так. И все, я знаю, а этот берут и коту. А у того было такое, что снимали, говорит, девочек там это было. Ну, очень близко к тому. Ну, а ты думаешь, что дарят вы? Я не думаю. Даже зачем думать? Я о себе думаю. У меня вот она за стенкой, кажется. Не могу никак. Чтобы она без слов принимала все. Она все время в обиде. Сегодня наготовила что-то. А я гляжу, настроения у ней невеселые. И я говорю, ты вот сейчас в каком настроении делаешь? Чем ты недовольна? Недовольна. Я братья тебя не могу. Потому что я не хочу болеть. А куда? Голубям. Она на все вышла, голубям все выбросила. Голубям. Я не ем это. Если ты с раздражением, а зачем? Это ты пищу готовишь по любви. Я тебя даю по любви, а ты мне не хочу. Ей опять переживания. Ну, она знает, где сразу молиться. По милости Божией. Так, я вам хочу только сказать. Идет пасхальная неделя. Прости Христа ради всех. И друг у друга попросите прощения. Ничего не надо. Сотрите это все. А он сказал, Сергей сказал там, сказал, забыть. Есть поговорка, наплевать да забыть. И больше ничего не надо. Жизнь идет. Тема-то надо, которая ничего не делает. Вшивыми делами занимается. Нам некогда. Я иду с прекрасной встречи с архиереем. И он ждал. Сам назначил встречу. Сам позвонил. Ну, понимаете. Это же не просто так. Ну, кто-нибудь пускай мирянин. А какая должность у меня? И все записано. Как раз хорошо, что твоя машинка была у меня здесь. Он ее взял в треножник. Я говорю, а что ты взял в треножник? Чтобы не тряслось. А сам в это время, чакал и чакал. Значит, я успел зарядить фотоаппарат. Прекрасная встреча была. Просто прекрасная. Я строгие слова говорил. Не упустил. Я говорю, поймите, владыка, что я вас не боюсь. И поэтому, я говорю, все вам в лицо. Я от вас зависимости никакой не имею. И поэтому, если я сейчас скажу, вводили я льщу. Я не льщу. Я могу сказать, почему вот вы здесь оказались. По нашим молитвам. Никто так не молился, как мы. И вы появились здесь. А почему к нему такое расположение, а с теми архиеремии никак? Я так думаю, владыка, что вас Господь провел по разным странам. У вас большой опыт. В Чехословакии были. В Эстонии служили. А оттуда говорят, это наш владыка. Куда не пойду. Наш владыка. У него опыт да владыки. И поэтому он сразу взлетел в митрополит. Генерал-полковник. Если у царя где-то они будут, он генерал-полковник. Три звездочки. И он сидит здесь рядом. И я вам все это говорю. Я вам говорю это, когда все исчезнет, чтобы мы увидели, кто наши друзья были. С чем мы перед Богом предстанем. Он как-то об одном молит, чтобы вы никогда не прекращали говорить это ему. Ясно дело. Какой талант вам Бог дал. Я говорю, я даже об этом не думаю. Я просто живу обыкновенной, простой жизни. Вижу голубей. Вот представь себе, собираем, где-то там должны были дать нам мыло, порошок. Один такой, на ВЭКС вот это. Порошки продает где-то. Едет меня Севастян весь. Вот я гляжу там в стороне коршун. Один взлетел, другой, третий. Я говорю, остановись, я сбегаю туда, посмотрю, что там коршуна. Вот представь себе, с бородой, дядька, мне тогда еще 80 лет не было. У него времени нет, а я бегу, я говорю, наверное, кошку задавила, и они ее терзают. Правда, прибежал, кошка задавляет, там коршунь ее. Тогда я прибежал назад, и все. Но глупости, глупость, вот такой я и есть. Я люблю птиц, мне охота узнать, не ошибся ли я, как оно, с дороги сдвинуло ее, там задавлено, ты видел, я с дороги палкой, собаку задавила, а она самка, а кабелек, как она сидит, прям посреди дороги никуда не уходит. Ну, видел это, на меня нападение сколько было. Не видел? А я палкой убираю эту собаку-то, ну, она вся, перелома позвоночника, вот так вот, и у нее соски большие, видно, у нее щенки были. А они там, оказалось, там в кюветы-то еще собаки там, и они там остались, я с дороги убрал. Я пока убирал, еще она машина остановилась. Здорово, Лапкин. А кто вы? Уголовный розыск. Откуда вы? Ну, вы там, то-другое было, когда мы знаем вас, и то-другое улыбается. Видите, а так-то мы промщались бы и не остановились. А мы проехали, с дороги собаки убрали, а он сидит, и когда нее. Ну, я с вами был. Вы могли бы руками взять, что бы я брал руками-то, собаку? А я палкой, у меня посох с собой был, евангельский. Видел же это, нет? Да я же с вами был. Я, по-моему, и снимал этот ролик. Вот смотри, сейчас я, куда же мне зайти-то, я не знаю. А, вот как надо. Сейчас я, так, так, это мне, в другое место надо зайти. Сейчас, минуточку. Сейчас мы это сделаем. Отдельно зайдем. Вот она где. И какие. Сначала, какие новые. Не новые, я нажму, а тут самые популярные. Вот сейчас откроется самое популярное, и где-то тут будет видно о собачке. Посмотри, сколько их. Это милиция, за обедом когда были. Вот. Как будто они еще. Тут я с голубями, дрова колят. Вот, полиция приехала, проверка. Вот, такое дело. Так, где-то, 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 рядом здесь. Она набрала сотни тысяч. Эта картина. Ну, это свадьба. Так, покупка дома Володи. Да вот и гляди. Увидишь там собака. Рыбу ловим. Тут за обедом были. К завтраку. Это вот у Самиры были. А тут лежит, я его спрашиваю, как приехал сюда. Я даже не думал, что так сразу не найду. Это фильм, который у нас снят. Ну, не думал. Это уже мало. Прошло 34 тысячи. Ну, нету. Нету. Сейчас я это... Так, открыто. Вот как мне показать здесь? Вот так. Так, как найти здесь поиск, канал? Да, вот на эту. Там какая-то ошибка исправки. Что тут написал? Еще нету. Еще даже сам не просчитаю. Что-то все красное, я не вижу. Еще такого не нашел. Она по-другому называется, наверное, как-то. Хотел собака на дороге. Ну, короче, так, все ясно. Показал жалость собаке. Она задавлена. Ее верность. О, слово какое вот здесь. Верность. Вот оно появилось. Смотри. Нет. Видите, снимаю. Я иду. Верность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот я нашел, не зря Сколько я не посмотрел Сколько 69 тысяч 485 просмотров Но это не просто так 21 комментарий Ну для нас это уже Что-то Ну вот видишь как получается Попутно я это все говорю Машины ставят Сегодня служба с 5 Поэтому у нас есть время И Вы меня слышите? Да Все Значит стереть, убрать И никакого разговора не было Я не хочу ничего этого И не надо это Но Пояснение я даю Вам Бог дал Видите какое шило Так что готовы веру потерять И поэтому будьте осторожны в этом Если она отстолковать Ну дальше тоже понесло И И вот принесло сюда Вы-то для меня оба дорогие Не знаю как это Везде все открыто у нас Для Бога это Ты можешь попросить прощения? Конечно А ты можешь попросить прощения у него? Ну давай во славу Божию Поклоны давайте сделаем Помолимся Давайте молитесь Божьей милостью будь мне грешным Создав имя Господи Помилуй меня Бесчисла я согрешил Господи Прости меня грешного И помилуй Милости Твоя полна земля Господи Ты посылаешь вразумление От Духа Твоего Святого Дабы мирно окончить нашу жизнь Тебе слава за все Отец и Святой Дух Аминь Вина прости меня Христа ради Прости прощения Ты меня прости за все Не хотела тебя обидеть Хотела немножко поддеть Больше старайтесь Теперь наказ вам Близко друг к другу Не подходите Ворохлое на этом Никогда Кивнул головой И дальше не Запомни Я тебе худой совет не дам Ты сколько через это было Переживания тебе Тем места живого нету Не надо Все у меня Я благодарен Господу Что вы пришли Что так все получилось Да и вперед У нас ждут хорошие дела Богослужения впереди Дальше летие Потерябки Работа и отдых Я знаю Новые люди будут приезжать Тебе Сергей Ну наказ Они заплатят тебе Бывает привезти Бывает из другой республики Там или Откуда-то еще Я еще не знаю сколько будет Ну Всегда было так Ты этих канадцев привозил Из Канады Из Германии Тут и кого-то Не было Я не знаю Это Павел Ты привозил Нет? Да Это из Ливана Это вообще Все рассчитались с тобой Нет? А кто не рассчитался? Я что помню что ли? А? А то я вам напомню Не надо Не надо, да? Ну и во славу Божию Ты ничего не потерял Бог да благословит тебя Все у меня на этом С Богом Давайте И сначала ты иди А потом ты за ним выйдешь следом Но уже не разговаривайте С Богом